Стоит отметить, к фестивалю приурочены многие события. Среди них издание новой книги из истории музыкальной культуры древней Сурхандари. А недавно открылась выставка, посвященная искусству бахши. Проходит она в Музее археологии. Что неудивительно, там ведь собрано и немало экспонатов, которые рассказывают о том, насколько древние корни имеют музыкальные традиции. Оркестр древности слушала Саида Давлетова. Пусть эти инструменты просто из ваяния, из камня, но, знаете, рядом с ними звучит как будто целый оркестр, звучит из самой глубины веков. И именно на территории Сурхандари были обнаружены самые ранние музыкальные инструменты. И, знаете, сам Бог велел, наверное, именно здесь случиться этому прекрасному фестивалю, который продолжает традиции музыкального искусства этой древней земли. Копия фриза, которую обнаружили еще в прошлом веке на городище Айритом на берегу Амударьи. Гости с первого столетия. Один из самых ранних свидетелей, что петь и складывать ноты здесь любили издавна. Древность об этом хранит много фактов. В реконструкции крепости Кампертепа. Именно здесь, да, были? Да, именно здесь, по последним данным, были обнаружены более десяти изображений музыкантов. Изготовлены из керамики, которые даются самыми ранними периодами. Это первый век до нашей, это первый век нашей. А вот персонаж из эпоса «Алпамыш», одного из любимых достоинов Бахши. Принцесса Торка, влюбленная в героя. Ее честь названа и «Крепость». Одна из лучших находок узбекских археологов, обнаруженная в Шарабаде. И еще много расскажут в стенах археологического музея с фондом по более чем 100 тысяч экспонатов. А теперь и здесь уголок истории, правда более современной. Душа любимцев края – Бахши, где традиции сохранили свои чистые звуки. Красивый звук такой, да? Вроде бы несложный, но очень своеобразный. Вообще говорят, что это самая знаменитая домбра, которая принадлежит самому знаменитому Бахши в Сурхандаре. Шаверный Бахши, не только в Сурхандаре, а и в Сурхандаре. Да, конечно. Собрано 16 подобных инструментов домбра, 16 заслуженных Бахши. Сурхан ими гордится по-особому. Так петь умеют только избранные, говорят о Бахши, мастерах виртуозного исполнения. Часто гости спрашивают, а это хобби или профессия? Не то и не другое, отвечают сурханцы. Это судьба. К фестивалю тем временем приурочили издание книги, посвященные истории музыкальной культуры. Это своеобразный действительно регион, где дает нам самые ранние образцы музыкального искусства. Выставка будет постоянно действующей. Экспозицию еще дополнит, а традиции продолжатся. И знаете, услышать их вживую, прямо посреди 21-го столетия, как-то трогает до слез. А понятие «на круги своя» звучит иначе, чем просто метафора. Это песня Бахши. Саида Давлетова, Сахиб Арипов, Термес.